друзья всем привет жука виталий на связи сегодня как обычно кратко и по делу расскажу о том что сейчас происходит на рынке сейчас вообще лагерь моих подписчиков разделился надвое одни меня искренне благодарят за то что я как бы рассказывал какой вариант действий стоит предпринимать если у нас будет пробой уровне 4400 долларов также есть люди которые недовольны тем что я топил за падение когда что я считаю что будет падение так как дается определенный набор сигналов и говорить постфактум что там определенно был рост как там уже на меня начали записывать разоблачение или еще что-то ли но это просто блин смешно если честно прежде чем меня хотите я хотел бы вам ставить фрагмент из предыдущего выпуска но мы с вами должны быть готовы к тому что у нас все-таки решат закинуть объемы для того чтобы поддержать вот эту всеобщую эйфорию и здесь тоже есть ответ поэтому друзья если мы с вами пробиваем уровень 4400 долларов то действительно есть резон влетать на всю котлету потому что в принципе во первых будет ажиотаж на покупку потому что сопротивлений ну таких серьезных у нас по пути не будет и принципе на уровне 5200 долларов мы с вами сможем увидеть актив да я рассматривал данную ситуацию с довольно низкой вероятностью но я сказал что делать кто-то вошел я лишь не успел войти не успел влететь честно потому что будет мне уроком я действительно рассматривал от данных уровень и со столь слабым объемом а то что мы находились вплотную границе глобального сопротивления там рассматривал исключительно откат до меня поимели и я не стал ставить будильники на уровень 4400 долларов и в принципе ну не влетел просто в актив те кто меня смотрит давно знают что у меня довольно высокая статистика успешных торгов ну блин не все же бывает идеально к сожалению прежде чем давать какой-то прогноз на то что будет происходить далее с этих уровней конечно за графиком надо понаблюдать нету смысла сейчас рассматривать на одном пампе причем пампе до уровня довольно странного 4800 долларов мы с вами сейчас это еще обсудим принципе нету смысла рассматривать сейчас там среднесрочную краткосрочную ситуацию потому что но довольно малое количество входных данных но скажу за себя что я начал делать я действительно рассматриваю что такой памп он не может пройти без коррекции и часть активов я уже начал потихонечку лесенкой фиксировать на это принципе указывают трендовые индикаторы но на таких пампах трендовые индикаторы они уже отходят на второй план здесь больше я смотрю в историю смотрю как раньше себя вел биток при таких жутких пампах и как правило всегда отката от верхней точке на уровне там 10-15 процентов можно ожидать стопудово назвать то что данное движение было просто срывом стопов довольно проблематично это была жестко спланированная манипуляция на рынке на котором нет объемов даже обратить внимание сейчас то есть мы выходим какую-то локальную но сложно назвать консолидации в локальных какой-то боковик у нас абсолютно не идет проторговки подобном закидывает какой-то объем рынок на него как-то реагирует там в 10-30 минут потом у нас опять нет никакой проторговки но это не нормальная тема с одной стороны с другой стороны это конечно довольно хороший набор пассажиров которые сейчас будут ожидать уровень 5500 долларов которые нам с вами очень даже навряд ли покажет я хотел бы вам напомнить что у нас с вами было на уровне 6000 долларов когда мы с вами должны были отрасти до уровня 7400 нам показали этот рост да тогда мы с вами заработали но заработали не до конца и вместо того чтобы всем объемом выйти на уровне 7200 потому что я видел что там уже нету объемов я все-таки решил дождаться уровня и в итоге частью позиции я не вышел как вы вероятно помните из прошлого выпуска я гал что если мы будем с вами пробивать 4400 долларов то в принципе открыто у нас дорога до 5000 но минимум 300 то есть это идет первое более-менее такое сопротивление при этом сопротивление мы с вами поймали на уровне 5000 долларов где сопротивлениях не глобальных не локальных не было возможно мне сейчас скажите про скользящие средние эта штука очень такая знаете как где отдавать прогнозы по волновикам все время можно это делать перерисовывать уровне все же это наш базис теперь мы еще с вами консолидируемся в уровне четырех тысяч восьмиста пяти тысяч долларов что нам показывает что вот это начальное движение оно в принципе было запущено но количество пассажиров которые начало влетать его не хватило для того чтобы хотя бы протащить нас до следующего уровня сопротивления здесь я делаю вывод что вероятнее всего дальше нас здесь будут откатывать обратно к уровню 4300 как себя там поведет рынок говорить пока рано но говорю еще раз смотрю за себя вижу здесь смысл потихонечку закрывать позиции причем я делаю это довольно аккуратно но если бы у меня была возможность там торговать нереальными деньгами а каким-нибудь вымышленным счетом я бы закрыл бы всю позицию потому что продолжение роста до пяти тысяч пятьсот долларов я не верю пойти на самом деле этот рост мне очень нравится это на самом деле было бы очень круто потому что ну во первых из и конечно мы еще не входили из и кэш нам уже дал плюс 35 процентов также у нас есть сделки по стеллу я часто не помню по какому уровню я входил но явно мы уже там минимум от 15 процентов по нему получили и в любом случае если я не успел скачать на биткойне это не значит что я на этом росте не заработал и я не какой-то там овер медведь который давит за какие-то супер низкие уровни нет я считаю что мы находимся в фазе накопления на действительно для того чтобы сейчас начать преломлять серьезно глобальный тренд но еще не то время нету каких-то овер новостей серьезных нету чего-то сверх естественно действительно что сейчас должно стимулировать людей входить на всю котлету никаких законопроектов никаких сверх каких-то технических моментов ну просто манипуляция манипуляция которая сейчас выбивает тех кто остался на этом рынке из равновесия на что она нацелена разберемся с вами попозже учитывая историю нацелена на то чтобы сейчас дать нам поверить то что мы пойдем не на какой-то глобальный рост отдать нам поверить то что мы с вами пойдем на уровень 5500 долларов и там уже можно будет продать но этот уровень нам навряд ли дадут пощупать специально чуть-чуть раньше опять обрушит рынок и получится что люди опять в лангах останутся сами понимаете засядут в лангах те кто сейчас как и я собственно говоря одной частью депозита сидит фиате ждет уровень и 3500 3700 вообще расслабьтесь да может это будет не завтра на эти уровни будут по крайней мере формации который на данный момент уже рисуется показывает что вероятнее все даже будут более низкие уровни просто надо проявить немножко стойкости и принципе на рынке как-то волю эмоции давать нельзя я например конечно увидел вот этот вот рост но прям чтобы какая-то у меня паника возникла не знаю может я настолько долго на рынке что меня конечно вот эти нервы уже атрофировались но я не вижу здесь какого-то сверхъестественного движения до манипуляция да поимели много народу но вероятное развитие события с этих уровней принципе нам довольно ясно и то что будет откат ниже тем более при таком большом вливе объемов краткосрочном но по-другому просто не бывает ну и соответственно другой стороны поздравляю тех кто более внимательно смотрел мои прогнозы и умудрился заработать влететь довольно большое количество мне написала что спасибо брата я конечно немножко сам расстроился что сам не влетел но народ и люди такие тоже есть поэтому там и разделились на два лагеря одни говорят что прям блин красава да у тебя там свое мнение какое-то было но ты дал кого второй вариант другие говорят что нет это пил только исключительно за падение поэтому здесь ты лошара надо отписаться тому подобное не знаю те кто давно на моем канале по крайней мере такой чуши и мути не пишет думаю пару дней достаточно будет для того чтобы на дневках посмотреть какая будет тенденция по движению цены биткоина и тогда уже дам более основательный анализ где будет уже понятно если смысл выходить входить в актив точка входа выхода ну и тому подобное если был полезен поддерживайте видео лайками оставлять свои комментарии подписывайтесь на канал работает